Добрый день, коллеги. Надеюсь, что меня слышно отлично. Лена, попрошу тебя еще раз подтвердить это. Да, да, слышно отлично. Да, Елена, спасибо за представление команды и компании. Меня зовут Елена Кашуба. Я технический директор компании. Сегодня мы будем разговаривать о вендоре продукта Upgate, Upgate SDP, о безопасном удаленном доступе к сети на базе модели нулевого доверия. Собственно, начать хочется с того, что такое нулевое доверие, что такое ZTNA, почему, собственно, такой хайп поднят вокруг него уже последние несколько лет, в чем, собственно, боли и причины. Начнем мы с того, что, конечно, мы все понимаем, что мир, в котором мы живем сегодня, очень сильно отличается от того, что было раньше. Он очень быстро меняется, очень много инноваций. И я думаю, что поскольку многие из нас работают в IT, мы понимаем, что IT-специалистов и специалистов по безопасности постоянно просят, скажем так, мягко, а лучше сказать, требуют управлять и защищать сотнями, если не тысячами вещей одновременно. Все, что есть в компании. И каждый раз новые вызовы становятся. То есть нам надо делать это все время быстрее, делать это дешевле, делать это лучше. И мы понимаем, что есть большая потребность в IT-специалистах, поэтому для каждого из нас становится вызов делать это с меньшим количеством людей. При этом мы должны не забывать постоянной безопасности, мы должны поддерживать бизнес. То есть очень много требований, скажем так, задач стоит перед IT-специалистами разных организаций. При этом очень важно понимать, что всем IT-подразделениям необходимо оставаться очень гибкими в постоянно меняющемся ландшафте, да, то, что происходит вокруг нас. И в нашу эпоху непрерывных инноваций, постоянно гибридных сред, частные, публичные, облака вокруг нас, все как услуга. Мы понимаем, что традиционные подходы к безопасности, безопасности периметра полностью вывернуты наизнанку. Традиционные TCP-ITP-подключения. Конечные пользователи, которые, как правило, считаются доверенными и часто имеют избыточные права, им часто видны сотни корпоративных сервисов. Даже если мы понимаем, что к ним непосредственно нет доступа у данного конкретного пользователя, и он никакого отношения к этим сервисам не имеет по факту, все это создает очень высокий риск широкой поверхности атаки внутри каждой организации. Каждая организация должна развиваться быстро, чтобы в свою очередь предоставлять быстрые и качественные сервисы уже там своим заказчикам. Но неспособность самой безопасности, решений по безопасности развиваться очень быстро привела к нарастанию сложности в эксплуатации различных систем внутри каждой организации. Потому что для устаревших решений, которые крупные организации часто используют, требуется слишком много ручного вмешательства. Гетерогенные среды наследуются или создаются с использованием различных технологических стеков, управляются, как правило, разными инструментами, разными командами. Нету единой точки для всех политик и процессов любой организации. И это приводит, как правило, к спонтанным и не всегда верным решениям. Заголовки о постоянных взломах, которые происходят вокруг нас, явно демонстрируют, что привычная модель безопасности, защиты периметра, к которой мы привыкли, больше не работает и, ну, наверное, к сожалению, не будет больше работать. Нам надо постоянно искать новые подходы, которые способны преодолеть нарастающий хаос вокруг нас. И именно эта необходимость подняла волну ажиотажа вокруг концепции нулевого доверия. Концепция далеко не новой, модель безопасности далеко не новая. Она была там еще найдена, представлена рынку в 2010 году. Но сейчас она как нельзя соответствует, собственно, действительности, которая находится вокруг нас. Нулевое доверие – это полное отсутствие доверия кому-либо. Даже пользователям, которые находятся и работают внутри нашего периметра, наших локальных офисов. Эта модель подразумевает, что каждый пользователь или устройство должны подтверждать свои данные каждый раз, когда они запрашивают доступ к какому-то корпоративному ресурсу, который находится в моей организации. При этом они должны получать этот доступ с минимально возможными правами. Мы ничему не должны доверять в своей сети, постоянно проверять. И нулевое доверие – это каждый должен понимать, что это непросто. Мы покупаем какое-то решение, мы внедряем его у себя, и вот мы уже работаем по модели нулевого доверия. Так не будет. То есть каждая организация для себя определяет концепт, по которому она будет двигаться в следующие несколько лет, да, в своей организации подбирает решения, создает новые бизнес-процессы. И, скажем так, мы выбираем путь, который будет достаточно длинный. Сетевой доступ по модели нулевого доверия – это как раз реализация принципов нулевого доверия к подходу к сетевой безопасности. И на самом деле Zero Trust и Zero Trust Network Access являются сейчас главными для многих лидеров в любой организации в области безопасности. То есть каждый лидер, любое IT-подразделение задумывается, как переначать инфраструктуру, какое решение надо выбрать, какое решение заменить для того, чтобы начать этот путь, который, в принципе, даст возможность обезопасить нашу организацию еще больше. Основная идея в том, что нулевое доверие не должно и не имеет по факту ограничений или спецусловий. Как я уже сказала, мы ничему в нашей организации не доверяем. Механизм нашего доверия должен строиться с нуля каждый раз, когда кто-то или что-то пытается получить доступ к нашим, к моим корпоративным данным или инфраструктуре. Доверие должно основываться на аутентификации, идентификации пользователя, полной проверке устройства, с которого пользователь работает, и атрибутах сети, из которой он подключается, хочет получить этот доступ. При этом мы должны понимать, что эти атрибуты должны быть любыми, то есть у нас должна гибкость быть в системе, мы должны настраивать проверки только так, как надо нашей организации. Если мы сегодня задумываемся о том, что да, мы хотим начать этот путь, мы идем по модели нулевого доверия, лучший инструмент, с которого нужно начать построение этой модели внутри каждой организации, это инструмент сетевого доступа для предоставления быстрого, безопасного, точного доступа, только такого, как нужен нашим именно пользователям, именно тогда, когда он им нужен, и не более того. И если разбираться дальше, почему решения класса ZTNA сейчас аналитики называют убийцами классических VPN решений, и почему аналитические агентства разные, и в частности Forrester, объявила крестовый поход против этого класса решений, в чем собственно боль. Мы все понимаем, что разговоры шли давно, но пандемия, массовая необходимость работать удаленно, очень ускорила процессы в любой организации. Этот переход подсветил для каждой организации различные проблемы, связанные с давно устаревшей технологией. Один из фундаментальных недоскладков VPN решения в том, что люди рассматривают VPN как инструмент безопасности, но на самом деле это инструмент подключения и только. Да, безусловно, VPN решения позволили многим организациям по всему миру одномоментно перейти на удаленную работу. То есть, скажем так, поддержал бизнес этот инструмент очень серьезно. Но после того, как прошло немного времени, организации немножко выдохнули, пришло понимание, что пользователи и будут продолжать работать удаленно. И любые эти подразделения начали, скажем так, рассматривать более детально этот подход, искать решения, которые снимут риски с каждой организации, связанные с использованием, массовым использованием такого подхода и такого инструмента. Мы все понимаем, что в традиционных VPN-инсталляциях устанавливается, как правило, один VPN-шлюз, через который пользователь подключается в внутренний периметр организации внутреннюю сеть. И если в организации есть несколько филиалов, несколько удаленных офисов, то обычно эти филиалы соединяются между собой сайт-то-сайт VPN. И для того, чтобы попасть любому пользователю, подключиться по VPN к удаленному филиалу, мы сначала должны подключиться в нашу локальную сеть, дальше пойти по сайт-то-сайт VPN в удаленную сеть. И тут есть несколько проблем. Когда мы подключаемся к локальной сети, мы видим все, что там находится. Даже если пользователь формально как бы не видит ресурсы, в принципе, обладая определенной техникой, инструментами, мы можем получить доступ к любому ресурсу, который находится в нашей сети. Подключаясь к сайт-то-сайт VPN, мы получаем такую же видимость, такой же доступ к нашему удаленному офису. То есть значительно увеличена поверхность атаки внутри организации. При этом уже очень многие компании столкнулись с проблемами с нагрузкой на систему, с проблемой доступности и производительности своих систем. То есть, собственно, выросла нагрузка на сайт-то-сайт VPN в разы просто того, чего не было никогда раньше. И ни одна организация к этому не была готова. То есть организации ищут сейчас решения, которые смогут, позволят их пользователям работать бесперебойно с любой точки мира, как бы с любым количеством ресурсов, которые необходимы. Следующая серьезная проблема – это проблема, связанная с безопасностью VPN и связана она с открытыми портами. Каждый без исключения VPN-концентратор развернут таким образом, что он присутствует в интернете с открыто, постоянно прослушивающим портом. На самом деле, VPN можно легко найти и, сделав определенные как бы запросы, либо, зная историю компании, можно легко определить производителя и версию VPN-решения, которые использует компания, что, в принципе, злоумышленникам позволяет проводить различные типы атак на организацию и получать доступ в сеть через эти открытые порты, в дальнейшем имея возможность перемещаться горизонтально по инфраструктуре для того, чтобы достичь действительно важной цели. В любом случае, мы все понимаем, что полностью видимое устройство, которое находится в мире, доступно 365 дней в неделю – это не очень хорошо для любой организации. Следующий недостаток, который мы видим – это метод аутентификации, который использует VPN-решение. Принцип «доверяй, потом проверяй». Большинство VPN используют доверенный доступ на основе IP-адреса и пароля пользователя, и раз за разом злоумышленники легко, достаточно, скажем так, легко манипулируют этим устаревшим подходом к аутентификации. Мы все знаем о базах логиновых паролей в Даркнете, и на самом деле различные исследования показывают, что вне зависимости от того, как долго находится база и продается база в Даркнете, в принципе, эти логины и пароли достаточно часто оказываются рабочие, и злоумышленники могут ими воспользоваться. Я думаю, что очень многие слышали о нескольких последних уязвимостях, которые подтверждают глобальность двух проблем, которые я назвала раньше. Одна из этих уязвимостей уже как бы закрыта вендором, вторая как бы остается открыта. Первая уязвимость – это уязвимость на фаерволлах Palo Alto, которые используют Global Protect VPN, которая на самом деле получила достаточно, ну, очень высокий рейтинг – 9,8 из 10 возможных, который указывает на то, что злоумышленнику не обязательно обладать глубокими техническими знаниями или какими-то супер уникальными инструментами, чтобы воспользоваться этой уязвимостью. При этом эта уязвимость позволяет получить корневые привилегии и удаленно выполнять любой код без проверки его подлинности. И чтобы воспользоваться этой уязвимостью, злоумышленник должен иметь сетевой доступ к устройству через служебный порт 443, это по умолчанию порт Global Protect. И при этом этот порт часто остается открытым. Исследователи, которые нашли эту уязвимость и представили его, собственно, миру и вендору, заявили, что они обнаружили более 70 тысяч активных устройств в интернете, которые уязвимы, которые не закрыли, скажем так, эту уязвимость у себя. При этом очень интересно, что часть из них принадлежит компаниями списка Fortune 500, то есть это огромные компании, в которых огромный штат IT-специалистов и специалистов по безопасности и разными другими там организациями. Следующая незакрытая уязвимость – это возможность внедрения команд, которая обнаружена в Афе Фортинета. То есть она еще не закрыта. При этом эта успешная эксплуатация позволяет аутентифицированному злоумышленнику выполнять произвольные команды от имени пользователя root. Понятно, что эксплуатация бага требует аутентификации, но также аналитики отмечают, что для того, чтобы получить необходимый доступ, необходимые права, в принципе, может быть использована одна из ранее уже исправленных и найденных уязвимостей, тоже в 2021 году, которая как раз была направлена на получение данных аутентификации. И фактически, используя несколько уязвимостей, можем получить полный контроль над уязвимыми серверами и организациями, которая, скажем так, не пропатчила свои системы, а мы понимаем, что таких достаточно много. Команда Касперского сообщила, что злоумышленники по всему миру использовали именно эту уязвимость на FortiGate VPN, одну из уязвимостей, которые были закрыты, чтобы получить доступ к корпоративным сетям в европейских странах для развертывания программы вымогателя Кринг. При этом сам вендор подтверждает, что удалось получить злоумышленникам учетные данные более 87 тысяч систем FortiGate по всему миру. То есть, ну, как бы цифры впечатляют на самом деле, и мы понимаем, что до сих пор есть система, к которой можно получить доступ. Следующая проблема, связанная с VPN, она может быть не столько про безопасность, как про удобство конечного пользователя, который использует это решение. Это переключение с одного VPN на другой. Если у нас есть несколько, как бы, систем, которым нам надо получить доступ, несколько ресурсов, если у нас, как бы, не развернуто несколько шлюзов в организации, для того, чтобы переподключаться между ними, нам надо переподключать VPN. При этом, ну, тут вообще о удобстве пользователя речи не идет, при этом я должен, как пользователь, должен четко знать и понимать, какой VPN используется для какого ресурса. Ну, то есть, это и время, и затраты, и, в принципе, пользователю это очень сильно не нравится. Часто в VPN решениях не учитывается контекст. Что происходит с устройством? С какого устройства работает пользователь? Может быть, я переключилась давным-давно на домашний компьютер, к которому имеют доступ все мои домочадцы, и на этом компьютере происходит все, что угодно, там в зоопарк. То есть, часто компании не проверяют этот контекст. Либо устройство, я работаю с устройством, которое не соответствует политикам моей компании. То есть, компании тоже переживают по этому поводу, как добавить, скажем так, проверку непосредственного устройства, с которого пользователь получает удаленный доступ внутрь сети, и может нести риски непосредственно со своего устройства. Мы понимаем, что если нам надо подключить больше пользователей, или наша система не выдерживает нагрузки, мы можем масштабировать VPN решения только с дополнительным оборудованием, физическим или виртуальным. Естественно, мало того, что это ложится большой нагрузкой на IT-подразделения, новой нагрузкой по настройке, по постоянной поддержке этих систем, мы понимаем, что все равно есть проблемы с подключением и задержкой, и, собственно, это возрастает стоимость владения решением, что часто тоже не очень нравится самим организациям. Часто администраторы выбирают возможность широкого доступа для пользователей, потому что мы понимаем, что как администратору нам необходимо выбирать правила либо ограничений, либо предоставления широкого доступа к сети, поскольку меняются постоянно требования, у нас подключаются разные пользователи, мы должны соответствовать бизнесу. Очень часто выбираются как раз политики широкого доступа для того, чтобы как можно меньше вмешиваться в процесс, ну и, собственно, это тоже увеличивает риски безопасности для любой организации. VPN решения, как правило, изолированы и статичны. Мы можем его применять только для удаленного доступа пользователей, которые подключаются внутрь нашей организации, и при этом мы не можем защитить наши локальные ресурсы от пользователей, которые работают там из офиса локально. VPN решения показывают себя не очень хорошо с точки зрения динамических нагрузок, которые, как правило, есть в облачных инфраструктурах при использовании облачных решений. То есть этот инструмент не помогает. Именно вот эти, скажем так, где-то риски, где-то неудобства, где-то проблемы с нагрузкой сподвигнули рынок, сподвигнули аналитиков говорить о том, что решения класса ZTNA в свое время заменят VPN решения в организации. То есть все больше и больше организаций по всему миру будут тестировать и внедрять у себя эти классы решений для того, чтобы справиться с проблемами, связанными с классическим VPN, с достаточно старым инструментом внутри наших компаний. И тут у нас в игру вступает вендор Абдейт со своим продуктом SDP. Это, собственно, программно конфигурируемый, программно определяемый периметр. Это фактически эволюция удаленного доступа. Этот вендор бессменный лидер аналитических отчетов в области ZTNA. И месяц назад он был назван не только лидером среди поставщиков, но и вендором, который на сегодня имеет самое сильное текущее предложение на рынке, которое может удовлетворить потребности любой организации. Абдейт SDP – это мощная платформа сетевой безопасности, которая предоставляет наиболее полное решение. Как я уже сказала, способная обезопасить любое приложение, ресурс на любой платформе, в любом месте. И это происходит всегда вне зависимости от того, чем заняты сейчас наши администраторы. Это уже достаточно проверенная и более безопасная альтернатива традиционным VPN решениям любой организации. Наше решение работает в трех направлениях, в трех концептах, скажем так. Прежде всего, то, что мы хотим поменять, что все должно крутиться вокруг пользователя. Он у нас сейчас в центре всего, и фактически периметр у нас перемещается к пользователю. Сначала идет аутентификация пользователя, только потом идет подключение. До аутентификации ничего в нашей системе не видно. Нет открытых портов, все компоненты нашего решения полностью невидимы и скрыты для сканирования. Компоненты системы отзываются только, скажем так, на посыл клиента, на специально установленный клиент, на специальный токет, который клиент отправляет на сервер. После того, как происходит аутентификация пользователя, решение идентифицирует этого пользователя. И определяет все доступные для него атрибуты и какова его роль в организации на сегодняшний момент. Погружаясь дальше в состояние устройства, мы определяем, что это за операционная система, где на планете находится это устройство. И как только апдейт понимает, кем является этот пользователь и что он работает с легитимного устройства, он строит динамические права, предоставляя человеку доступ только к тому, что ему требуется для выполнения своей работы сейчас и не более того. Все эти права автоматически обновляются на основе мониторинга изменений пользовательского контекста. То есть как только у меня что-то на стороне пользователя поменялось, в автоматическом режиме могут измениться собственно и права доступа. После того, как права сформированы, создается безопасный сегмент, персональный для каждого пользователя, безопасное соединение от клиентского приложения на клиентской машине пользователя до конкретному ресурсу на нашей стороне, на стороне организации. При этом таких сегментов, мультитуннелей одновременных может быть как угодно много. При этом само решение создает единую точку для определения применения политик, применяет единую структуру ко всем пользователям, устройствам, сетям и ресурсам с использованием подхода микросегментации. Это все, естественно, лагируется и предоставляются данные для упрощения контроля, что у нас происходит в организации и для проведения аудита. Само решение предлагает максимальную гибкость с точки зрения развертывания. Оно может быть развернуто полностью внутри инфраструктуры организации. То есть он-прем может работать с любой облачной средой, если вы уже выбрали для себя, скажем так, путь миграции в облака, либо у вас есть сервисы облачные, которые вы используете, либо быть предоставленным как услуга. Собственно, как работает Абгейт? В первую очередь мы должны понимать, что Абгейт – это полностью программный продукт. В решении нет облачной маршрутизации, мультитенантного какого-то управления. Мы можем быть полностью уверены, что все наши данные, весь наш трафик, все конфигурации, ключи шифрования – все остается на нашей стороне, на стороне заказчика. Это большое отличие от других продуктов на рынке. Решение состоит из трех компонентов. Это два серверных компонента – контроллер и шлюз, и непосредственно клиент, который устанавливается на стороне пользователя. Клиентское приложение доступно в виде агента на Windows, Linux, macOS, iOS и Android. Этот клиент может быть также установлен на стороне серверов для контроля внутреннего трафика дата-центров. Также это может быть специальное устройство с предустановленным коннектором, физическое или виртуальное, которое может использоваться для работы с IOT-устройством внутри нашей организации, потому что, как правило, на IOT-устройство не ставятся агенты, либо это невозможно, либо запрещено и так далее. Если у нас есть необходимость, мы можем использовать безагентное использование через браузер для подключения к каким-то веб-приложениям либо веб-ресурсам, которые используют наши организации. Первый серверный компонент – это контроллер. Это устройство, которое может размещаться полностью на стороне заказчика. Опять-таки, может быть физическим или виртуальным. Это то место, где находится мозг нашей системы, выступающий в качестве фактически доверенного брокера. Контроллер всегда проверяет контекст и предоставляет права пользователю. То есть именно он определяет, насколько легитимно получение доступа пользователя. Естественно, он устанавливается как виртуальный сервер и поддерживает любые гипервизоры, которые могут быть в вашей организации, работает с любой облачной инфраструктурой. Второй компонент серверный – это шлюз, который фактически отвечает непосредственно за построение безопасного доступа внутри вашей организации к вашим корпоративным ресурсам и в любой момент времени определяет права пользователя. То есть именно он отвечает физически за то, получает пользователь доступ к какому-то ресурсу или нет. При этом мы должны понимать, что контроллеры шлюз полностью замаскированы, невидимы. Они защищены технологией авторизации единичным пакетом. То есть до того момента, пока сервера не получат такой пакет от клиентского приложения, они полностью невидимы для любого злоумышленника, который может сканировать, пытаться найти вход в нашу организацию. Если пользователю необходимо получить доступ к ресурсу, он посылает через установленный клиент SPA токен на контроллер. Этот токен анализируется на валидность, что он пришел с того устройства, откуда идет трафик, и после проверки динамически строится открытый порт для коммуникации непосредственно сервера с клиентским приложением. Как только эта коммуникация будет закончена, этот порт автоматически потушится. После того, как пользователь залогинился, идет проверка аутентификации, валидируется эта информация, и после этого непосредственно контроллер начинает проверять атрибуты. То есть он запрашивает у клиента информацию, которая, согласно настроенным, преднастроенным политикам, ему необходима там. Дай мне всем окатрицать своего устройства, какая операционная система у тебя установлена, какая версия, работает ли антивирус. И эти проверки могут быть полностью кастомизированы под нужды компании. То есть настолько детально, насколько нужно вашей компании, настолько это можно сделать. То есть опрашивать клиентское приложение, фактически, откуда пользователь пытается получить доступ. Фактически это проверка устройства, насколько оно легитимно для доступа к ресурсу. Пользовательские атрибуты, атрибуты устройства и сети хранятся на контроллере и позволяют создавать полный контроль над установлением доверия фактически. Каждый раз, когда пользователь будет подключаться к ресурсу. То есть в любой момент времени я как контроллер точно знаю, кто подключается, с какого устройства, какие параметры это устройство. И если меня это устраивает, окей, я даю тебе тот доступ, который тебе сейчас необходим и соответствует преднастроенным моим политикам. Если у клиентского приложения нету токена, у клиента нету токена, серверные компоненты будут игнорировать любые подключения, любые попытки, даже подключения к ним и, соответственно, внутрь нашей сети. Как только контроллер проверяет контекст, после этого он генерирует динамические права, которые отправляются у нас на клиент. После этого такая же процедура, практически такая же процедура происходит с подключением клиента к шлюзу. То есть высылается с потоки, начинается коммуникация. Клиент отправляет на шлюз те права доступа, которые получил от контроллера. И уже шлюз строит безопасное соединение к нашим корпоративным ресурсам. При этом эти безопасные соединения постоянно мониторятся. Постоянно мониторится контекст, который предоставляется серверами. И в любой момент времени шлюз может забрать этот доступ, либо его перенаправить к другому ресурсу, если это необходимо. При этом, если у нас что-то меняется в контексте, мы можем тоже преднастроить, что можно ввести какие-то дополнительные политики, какие-то дополнительные проверки. То есть добавить какой-то второй фактор аутентификации при доступу к какому-то определенному ресурсу вообще, либо при наличии каких-то, скажем так, срабатываний, назовем это так, внутри нашей системы. Все мониторится постоянно, все лагируется, ну и, собственно, динамически предоставляются права нашим конечным пользователям. Решение очень легко масштабируется, имеет гибкую структуру. Мы можем сразу установить множество подключений к различным дата-центрам или к различным облачным ресурсам, если это нам необходимо, и пользователь действительно должен иметь к ним доступ. При этом система поддерживает построение отказоустойчивости, не привлекая дополнительных денежных ресурсов для этого. То есть очень все легко настраивается, легко поднимается, и это прозрачно для организации. И фактически, благодаря многоуровневой архитектуре уменьшается нагрузка между подсетями, так как подключение, если мы идем в наш локальный офис на какой-то удаленной какой-то подсети, мы фактически будем идти напрямую. Пользователю будут видны только те ресурсы, на которые у него есть права, и не более чего, все остальное будет просто невидимым, недоступным для сканирования, для проведения различных атак. И фактически при использовании Update SDP снимаются все ограничения проблемы, связанные с VPN-решением, которое я сказала в самом начале. В чем же разница? Первое, то, что Update полностью скрыт от злоумышленников, у них нет возможности узнать, доступно ли устройство Update вообще в интернете. При этом вне зависимости от того, какие ресурсы мы защищаем. Какие-то внутренние наши ресурсы, которые, допустим, стоят в дата-центре, либо это какая-то облачная среда. Это на самом деле очень простая, но мощная первая линия защиты, потому что мы понимаем, что невозможно нацелиться на то, чего фактически не существует для злоумышленников. При этом это совершенно, скажем так, очень быстро строится. То есть никаких дополнительных ресурсов, никаких донастроек системы не надо. То есть это все выполняется из коробки. И на самом деле это единственное коммерческое предложение на рынке, которое использует эту технологию для закрытия внутренних ресурсов, для закрытия портов, доступа к своим сетям. То есть фактически те ранние уязвимости, о которых я говорила, они просто будут неприменимы при использовании апдейта внутри организации. То есть мы не будем подвержены этим уязвимостям. Доступ пользователя к ресурсам строится не просто на основе ответов, имеет пользователь доступ или не имеет, да или нет. У нас есть возможность настроить очень точечные, очень глубокие права доступа, постоянно их менять в автоматическом режиме, использовать скрипты для интеграции с различными ресурсами, которые есть уже внутри нашей организации, для того, чтобы максимально детализировать вот этот доступ пользователю, давать ему наименьшие права, которые ему нужны, для того, чтобы он выполнял свою работу. То есть фактически это соответствие как раз концепту нулевого доверия внутри организации. Абдейт дает возможность добавить многофакторную аутентификацию для приложений, систем или сервисов, которые не имеют собственных опций МФА, либо не поддерживают их. В наших, особенно в крупных организациях, в банковском секторе, да много где там в энергетическом направлении используются, очень часто устаревшие приложения, которым просто они не поддерживают просто интеграцию для предоставления второго фактора аутентификации. Фактически Абдейт дает эту возможность для того, чтобы эти приложения соответствовали различным уровням безопасности и не требуют никаких усилий со стороны организации по доработке либо по написанию нового приложения, которое будет использоваться для работы пользователей. При этом мы понимаем, что права одного пользователя у нас теперь могут отличаться в зависимости от контекста, и при этом этот контекст вообще ничем не ограничивается. То есть, например, на мобильном устройстве пользователь может иметь доступ к своей электронной почте, но, например, не к CRM-системе, которая этому пользователю доступна только с корпоративного ноутбука. Доступ этот можно контролировать в зависимости от времени суток, от того, как пользователь прошел аутентификацию, либо там с какой стороны идет подключение, какой угодно параметр может присутствовать для такой проверки. При этом надо понимать, что эти права, они применяются в автоматическом режиме, они применяются в режиме реального времени. То есть, как только администратор сделал какие-то изменения, внес изменения в политику, в тот же момент времени, ну, практически, там, доля, там, секунды отставания, это будет применено к клиентскому приложению. То есть, даже если пользователь был подключен к какому-то ресурсу, он в автоматическом режиме увидит, что сессия разорвана и доступа к этому ресурсу у него уже нет. Точно так же и наоборот. То есть, если мы предоставляем пользователю какие-то дополнительные права, он получил доступ к какому-то дополнительному ресурсу, это очень прозрачно, очень быстро для пользователя этот доступ будет построен. То есть, политика будет доставлена на клиент, непосредственно шлюз пустит его к ресурсу. Плюс одномоментное подключение. То есть, возможность доступа к нескольким сетевым сегментам и цифровым ресурсам с единой точки без необходимости пользователю переключаться с VPN на VPN. То есть это очень важно для команд, которые работают с различными ресурсами, которые должны выполнять свою работу очень быстро, переключаться сервис на сервис. То есть это действительно кейс, который помогает. При этом, если это необходимо, мы можем закрыть все входящие подключения на клиентское устройство пользователя. То есть создать политику, в момент выполнения которой, если пользователь получает какому-то очень важному серверу, например, доступ, в этот момент весь входящий трафик на это клиентское устройство будет запрещено, то есть фактически отбиваться. Хотелось бы еще отметить, что объект – это не точечное решение, которое решает только одну проблему, связанную с VPN. Это фактически мощный набор функций, который может быть настроен именно под нужды вашей компании и под сценарии работы, которые вы хотите использовать. То есть начиная с того, что мы предоставляем удаленный доступ сотрудникам нашим либо каким-то сторонним подрядчикам, делаем это безопасно, предоставляем доступ прозрачный для критически важным системам из любого места, с любого устройства. Мы также можем помочь организациям мигрировать их нагрузки в облака, очень гибко настраивать права доступа пользователей, которые работают с облачными ресурсами, раскрывать потенциал работы DevOps-команд за счет предостоверения именно своевременного и точного доступа, который не требует там задержек временных, на которые очень часто жалуются именно DevOps-команды. То есть все это очень быстро, очень прозрачно для конечного пользователя происходит. При этом мы отдаем возможность работать безопасно с контейнерами рабочих нагрузок, таких как Kubernetes, и возможность применения решения как части модели SASE, которые тоже много организаций сейчас рассматривают, пробуют и будут в дальнейшем внедрять. При этом решение может использовать метаданные и теги именно для динамического создания политик. Это как раз очень важно при работе с облаками и при работе DevOps. То есть мы независимо от тех настроек, которые делает нам вручную администратор на серверах Agate. То есть все это в динамическом режиме. Как только мы создаем какую-то мощность, у нас сразу автоматически появляется к этой мощности доступ. Если удаляется какая-то машина, мы потеряем этот доступ и так далее. То есть это все очень быстро происходит. При этом эта же стратегия безопасности удаленного доступа может применяться и от устройств, которые могут быть внутри каждой организации. Понятно, что эти устройства тоже подключены к той же сети, что и наши пользователи, наши сервера, наши критические данные. И они тоже предоставляют слабое звено в стратегии безопасности. То есть для этого не надо какое-то дополнительное решение, какие-то дополнительные лицензии. Это все фактически есть из коробки. При этом неважно, какие это устройства, там камеры, принтеры, сенсоры, телеметрическое оборудование и так далее. AppGate может помочь контролировать отправку всех данных с таких вот устройств. И фактически может помочь идентифицировать, изолировать трафик, который из таких устройств получает наша организация. При этом AppGate сам по себе открытая платформа. Он содержит двунаправленный API-интерфейс, который может интегрироваться с любой системой, которая есть уже в вашей организации. То есть любой сервис, который у вас настроен, он может быть интегрирован с AppGate для еще большей детализации, минимизации прав пользователя, которые получают доступ к системам. Я думаю, что Максим там потом после меня более подробно, допустим, расскажет. Но это и возможность интеграции с различными ITSM-системами, системами тикетов, CM-системами. То есть для того, чтобы дополнить, добавить еще один фактор проверки перед тем, как предоставить доступ пользователю к какому-то ресурсу. При этом, хотя с одной стороны решение, ну как бы направление достаточно, мы слышим отовсюду, да, про Zero Trust, про ZTNA. Но на самом деле именно внедрять эту модель, внедрять принципы организации начали не так давно. Но на самом деле у AppGate уже более тысячи заказчиков по всему миру, которые используют это решение, которые заменили свои VPN-решения, которые мы не пользовались раньше. При этом, кто может быть заказчиком? Фактически это может быть любая компания, которая предоставляет удаленный доступ своим сотрудникам для работы. Это может быть любая компания, которая использует облачные ресурсы, гибридные какие-то, имеет гибридную инфраструктуру. Направление в этом случае неважно. То есть это и финансовый сектор, и какой-то машиностроительный, и энергетика, да. Это и аналитические агентства в том числе. И тот же Forrester, например, использует у себя AppGate внутри своей инфраструктуры как раз для предоставления удаленного доступа. При этом при выборе такого класса решений важно проверить это решение как раз на безотказную работу, на одномоментное подключение пользователей. И у AppGate есть действительно крупные заказчики, которые имеют огромное количество одномоментных подключений, и система это выдерживает, и система действительно показывает качественную работу. Скажем так, сам вендор решил поддержать вот эту волну замены VPN-решений по всему миру, и своим заказчикам, которые задумываются именно заменить свое VPN-решение внутри своей организации, он предоставляет интересное предложение по TradeIn, скажем так, как заменить свое VPN-решение с минимальной стоимостью. Мы немножечко позже оставим это как вишенку на торте для того, чтобы наши слушатели были до конца этого вебинара, потому что есть специальное предложение от вендора, мы о нем тоже сегодня заявим, расскажем, касательно финансовых вопросов и как правильно зайти клиента. Елена, если ты закончил, у меня есть просто несколько вопросов таких бизнесовых, и большое спасибо ребятам, кто задает технические вопросы, очень качественные. Максим старается отвечать, мы сейчас еще их озвучим. Елена, у меня какой вопрос? Поскольку у нас сегодня в том числе много партнеров, и технология вроде как не новая, но вот нужен какой-то определенный подход, какие корректные вопросы задавать заказчикам, тут в том числе и заказчики, вот если говорить про бизнес заказчиков, для того, чтобы они начали вообще смотреть в сторону ZDNA, в сторону хотя бы тестирования апгейт-системы, то есть с чего начать? Спросить, какие у вас боли при использовании текущего VPN? Ну, то есть вот какие... Ну, в том числе, да, то есть говорить о том, что... Изумируя, скажем так, да. В процессе диалога, да, пытаться выяснить у заказчика, а встретились ли они, собственно, с болью VPN-решений, то есть о том, что есть уязвимости, где-то кто-то, конечно, слышал, и о них можно рассказывать уже, может быть, в каком-то детализированном обсуждении, но в первую очередь слушать, потому что любой заказчик, как показывает сейчас практика, при обсуждении VPN-решения, он сам рассказывает о проблемах, с которыми не столкнулись. То есть это проблема в первую очередь... Высокая нагрузка... Высокая нагрузка проблема. Проблема того, что у них есть команды, например, подрядчиков, которым надо тоже предоставить доступ, но непонятно, как это сделать. Как это сделать в автоматическом режиме, да. Очень много заказчиков озвучивают, что им необходимо как раз проверять контекст, то есть проверять пользователя, проверять устройство, с которым они работают, дополнять, скажем так, свои проверочные механизмы. Ага. Коллеги, если вот у нас наши заказчики, которые присутствуют на вебинаре, подтвердите, так ли это там как-то плюсики поставьте, либо, ну, вот ваш фидбэк, потому что нам же тоже важно. А так ли это? Ну да, так ли это, это было бы интересно. Да, то есть в этом ключе. И обычно очень быстро строится диалог, и много действительно начинают рассказывать о проблемах, с которыми не сталкиваются. Спасибо. Окей. Я сейчас зачитаю буквально тут несколько вопросов, которые у нас есть, для того, чтобы, может, кто-то не смотрит в рубрику «Вопрос-ответ», но это важные вопросы, и Максим тоже, если что-то может голосом добавлять, я пока зачитаю, что ты ответил, спасибо тебе за оперативность. Значит, очень важный ключевой вопрос, это как лицензируется система апгейт, лицензируется по количеству пользователей и локаций, в которых развернут шлюз. По поводу заказчиков. Елена уже сообщила, что, да, более тысячи клиентов в мире, из банковского сектора, например, Инжи-Вэнк, есть заказчик ExxonMobile, Norwegian Cruise Line, в Польше есть электроэнергетические сети. Ну, это Финбра, да, много других. И много других, да, то есть клиентов, безусловно, есть. Дальше, по развертыванию решения, ну, тут Макс, если что-то прокомментирует, насколько я знаю, он прем, да, и MSP-модель. Да, нет, пару комментариев, да. Значит, во-первых, есть вариант развертывания всего на одной машине, то есть неважно, где она располагается, это может быть вартуальная машина, либо железный сервер, либо облачный инстанс. Вот, за счет того, что есть у нас несколько паралей у этого сервера, контроллер, шлюз, лог-сервер, вы эти роли можете выдавать единым appliance, то есть один appliance у вас будет контроллером, и шлюзом, и лог-сервером. Вот, можно разделять эти все, эти роли, то есть у вас будет контроллер выполнять исключительно роль контроллера, и шлюзы будут разворачиваться отдельно. То есть вот такой вариант используется для более нагруженных сетей, плюс варианты в случае, когда вам нужна отказоустойчивость при доступе. То есть вы можете развернуть несколько шлюзов в одной локации, настроить балансировку между ними, и если один из них будет недоступен, то будет трафик идти через второй. Вот, ну, в принципе, я об этом чуть подробнее расскажу на демонстрации. Вот, надеюсь, будет понятно. Так, значит... В чем принципиальное отличие от Cisco Connect VPN и TAP и Citrix plus EPA? Да, ну, тут, в принципе, я уже комментировал, что преимущество апгейта в том, что это единое решение, то есть оно вот в одной коробке, у него весь функционал уже есть, о котором сейчас Лена рассказывала, о котором я сейчас покажу. То есть все это уже идет предустановлено. Разворачивается один шлюз, один апплайнс, и весь реектор этих функций, мультифакторная идентификация, single-packet austerization, динамический доступ, доступ в различные локации, это все у вас будет идти сразу из коробки. Плюс, да, динамически контролируется доступ к ресурсу. То есть если у вас поменялись какие-то параметры доступа, допустим, поменялась локация, с которой вы идете к ресурсу, поменялась параметры, допустим, время дня и так далее, доступ динамически закрывается. Плюс API, я еще, в принципе, не упомянул, довольно сильная сторона решения, это наличие API, который позволяет практически все действия автоматизировать, интегрировать это решение с любым сторонним решением, которое может интегрироваться в API. Окей, спасибо. Ранее было сказано, что недостатком VPN является постоянно открытый порт из сети интернет, а в AppGate тогда как клиент может достучаться до контроллера шлюза без открытого сетевого доступа? Да, у нас несколько таких вопросов одновременно пришло. Значит, я еще словами тогда расскажу. Значит, это то, о чем рассказывала Елена моя. Это сингл пакет авторизейшн технологии, которая позволяет серверу отвечать на коммуникации только с авторизованных устройств. То есть, первоначально при установке соединения первым пакетом, который присылает клиент, будет специально сформированный TCP или UDP пакет, который содержит токен доступа. Если этот токен успешно валидируется, контроль начинает отвечать на соединение. Если не валидируется, соответственно, никакого ответа, даже ресета не придет. Протопакет просто отсутствует. Таким образом, клиент не знает о том, в принципе, есть ли там, слушает ли кто-то на этом порту, либо нет. Вот так. Окей. Дальше про динамическое предоставление доступа. И, получается, доступ от шлюза до инфраструктуры. Межсетивого экрана нужно открывать с ЭНИ или Гейтвей, как это взаимодействует с межсетивыми экранами. Да. Ну, тут я уже комментировал, что, в принципе, шлюз обгейта, это уже является межсетивым экраном. То есть, на нем уже настраивается все эти политики доступа, которые вы прописываете. Если вам нужно дополнительно регулировать это на стороннем межсетивом экране, то через тот же API, через те же скрипты, вот так как Гейтвейтв может интегрироваться с любым решением, в частности, у межсетевого экрана, я думаю, тоже. Вот. Это интересный кейс. В принципе, можно посмотреть, заизвести от того, может ли сам межсетевой экран сторонний принимать вот такого рода инструкции по управлению субгейта. Если да, то мы можем динамически еще и на вашем фейерволе создавать правила. Ну, обычно, обычно доступ, вот этот доступ нарезается сразу на видите, и документ на фейерволе, на стороннем, открывается доступ ко всем подсетям, которые вверху, доступ через субгейтвейтвы. Окей. А каким образом определяются права для того либо иного удаленного сотрудника? Возможно ли интеграция с АДЭИ или в случае с АДЭИ нужно создавать отдельную базу данных с политиками? Так, да, значит, это я об этом подробно расскажу на демонстрацию, но пока что, чтобы на вопрос ответить, значит, возможна интеграция со службами каталогов, либо АЛДАП, либо РАДИУС, либо ПОСАМУ. И в политике создаются на самом апгейте, исходя из, допустим, интеграции с этими службами каталогов, с этими айдентики провайдерами. То есть, если вы, допустим, создаете политику, которая раздает доступ к определенному ресурсу по группе в Active Directory, то в данном случае пользователи, подключаясь, значит, при авторизации этого пользователя из службы каталогов берется все свойства этого пользователя, включая членство в группах. И если пользователь в группе есть, то ему будет назначена эта политика, и он получит доступ к тем ресурсам, которые в этой политике разрешены. Ну, да, я об этом чуть подробнее расскажу. Окей, спасибо. Вот тоже интересный вопрос. Есть ли что-то общее, предлагаемое вам решение апгейт с решением CyberArk, преимущество недостатки? То есть, получается, небольшое пересечение функционала? Да, действительно, это немного разный класс решений. У апгейт это Software Defined Perimeter, или ZTNA, а CyberArk это PAN. То есть, он больше по управлению привилегиями, чем удаленным доступом. Хотя удаленный доступ тоже есть. То есть, здесь, в этом решении упор делается на именно сетевой доступ удаленный с динамическим разделением прав на доступ к определенному ресурсу. Что происходит уже на этом ресурсе внутри, для апгейта, он не контролирует. Вот, то есть, все разграничения прав на удаленной системе, это сфера привычек с менеджмента решений. То есть, ZTNA определяет минимальный, допустимый уровень сетевого доступа. То есть, к чему, на каким портам, на каких хостах, при каких условиях пользователю может быть доступен. Дальше вопрос, который мне очень нравится. Я даже прокомментирую по поводу, можно ли решение пропилотировать, помогать ли вы с пилотом. Да, можно и нужно пилотировать. Да, мы помогаем. Более того, для заказчиков, слэш-партнеров, которые направят заявку на пилотное тестирование до конца ноября, мы делаем вкусный подарок. Мы это тоже вам озвучим. Поэтому обязательно мы всем рекомендуем сначала пилотировать систему. Следующий вопрос. На стороне клиента, получается, устанавливается агент для отправки токена, верно? Да. Значит, на стороне клиента, по классической схеме, необходима установка агента. То есть, агент устанавливается на систему, она доступна для Windows, для Linux, для Mac, для iOS, Windows. Ну, недавно у аркейта появилась возможность выдавать удаленный доступ без установки, без необходимости установки агента. То есть, это так называемый портал, который я тоже покажу. Значит, но особенность в том, что вы через портал можете получить доступ только к ресурсам. Вот. Если вам нужно получить доступ, допустим, к SSH, либо РДП, то для этого необходим агент. Необходим клиентское приложение. К веб-ресурсам можно получить доступ через портал. В этом случае, да, у нас необходим. Апгейт аппаратное решение или программное? Может быть, так. То есть, вы можете установить апгейт на виртуальную машину, можете использовать программы, аппаратный комплекс. Можно. Есть различные варианты развертывания. Еще два вопроса. Мы перейдем уже к твоей части. Хорошо. Хорошо. Значит, потому что я думаю, что часть технических вопросов снимется после демонстрации. Так. Токен доступа генерирует клиент. Как контроллер понимает, что устройство доверенное? Изначально токен доступа генерируется на контроллере. Контроллер генерирует этот токен, который затем при настройке клиентского устройства устанавливается туда. То есть, это я тоже покажу. То есть, при настройке политик доступа вы генерируете с контроллера этот токен. Дальше он вместе со ссылкой на клиент приходит, собственно, пользователь. Пользователь устанавливает клиент с помощью специально сформированной ссылки, полученной из контроллера. Создает профиль в этом клиенте и уже авторизуется. В этой ссылке уже содержится информация о контроллере, через который доступ будет выдаваться токен, КССПА-пакет, молодая информация по швизаму. И вот последний вопрос на момент сейчас, актуальный, в частности, для России, Казахстана, видимо. К любому приложению можно настроить удаленный доступ, к примеру, к 1С. 1С очень популярная система бухгалтерского учета. Можно ли предоставить доступ удаленно к 1С через AppGate? Можно, можно. Это к любому ресурсу, в принципе, неважно, что это за ресурс. В частности, к 1С, конечно, можно. К 1С можно. Окей, спасибо, Максим. Давай переходим тогда к твоей части. У нас 20 минут еще осталось. Время меньше-меньше. Так, хорошо. Тогда я... Шарик. Так. Так. Уже должно идти. Итак, значит, прежде всего, к демонстрации начнем с агентов. Вот. Потом перейдем плавно к контроллерам, к швизам. Я покажу, как выглядит со стороны сервера, со стороны AppGate. Вот. Как он работает, как устраивается политики, как происходит интеграция со сторонними системами. Значит, прежде всего, при установке агента, при авторизации пользователь увидит, во-первых, все те удаленные локации, к которым у него есть доступ. В данном случае у нас три локации. И вот, отвечая, дополняю, вопрос по поводу лицензирования, значит, лицензируется каждая из вот этих вот удаленных локаций. Значит, если у вас, допустим, есть один шлюз, который потом может тезировать доступ к другим подсетям, это будет одна лицензия на шлюз. Если у вас есть несколько удаленных локаций, в каждой из которых состоит шлюз, соответственно, это будет три локации. Значит, особенность AppGate в том, что соединение устанавливается не с единой точкой, не с единым сервером, но с каждым шлюзом в отдельности. То есть, в зависимости от того, на какой ресурс здесь я сейчас хочу пойти, соединение устанавливается с тем шлюзом, который обрабатывает данное соединение с этим ресурсом. Значит, у каждого пользователя также динамически выделяются те ссылки, скажем так, верлоки на те ресурсы, на основные ресурсы, которые ему назначены. Это не значит, что это все, что ему выдается, это просто то, что для его удобства ему было выведено на панель быстрого доступа. Здесь из тех ресурсов, которые выделены, мы нажатием на какой-то определенный ресурс можем сразу получить доступ к тому или иной системе. Значит, при нажатии на какой-то ярлык, то есть будет SSH, соединение, RDP, либо какое-либо другое. Здесь соединение предначально обрабатывается со самим клиентом. То есть, если я, допустим, хочу получить доступ к SSH, автоматически AppGate запускает обработчик. Здесь я ввожу, с каким пользователем я хочу разводиться. Дальше запускается стандартный путь и клиент, и пытается авторизовать систему у меня пользователя, который я. Значит, также к тому же, к этому же ресурсу я могу получить доступ к тому же путь через стандартный путь и здесь. То есть, необязательно нажимать на этот ярлык. Значит, вот этот доступ у меня выдается при любых условиях, то есть я не должен никак дополнительный период инфицироваться для того, чтобы доступ сюда получить. Вот, ну вот, например, вот для того, чтобы пойти по RDP на домен и контроллер, мне нужно пройти двухфакторную аутентификацию. То есть, это все настраивается в политиках доступа на контроллера для этого интернет-мутера. Значит, в данном случае это one-time пассворт через, в принципе, любое приложение, в данном случае Google аутентификатор у меня. Значит, если ввести, да, он валидируется, и только после того, как я введу этот правильный токен, меня выбросят в RDP-сессию. Значит, также эти условия могут динамически меняться, да, при подключении к различным ресурсам. То есть, если мне разрешен доступ к, ну, так вот, собственно, RDP-сессию. Значит, если стоит ограничение, допустим, на характеристики устройства, то есть у меня, допустим, должен быть обновлен мотивирус, должен быть запущен firewall, должен быть, и доступ я могу получить только с определенных локаций в определенное время. Ну, а то после шести вечера у меня автоматически закроется доступ к обновлению вот этих ресурсов. Вот, и выглядеть будет примерно так. Значит, здесь мы можем посмотреть, в чем проблема, что именно произошло, почему доступ к тому или иному ресурсам не запрещен. То есть, здесь у меня какие-то проблемы с обновлением мотивируса. Как только он обновится, доступ появится. Пока что его не будет. Значит, далее перейдем к обмин-интерфейсу. Значит, прежде всего в дешбордах мы можем увидеть сообщения от системы, количество серверов, количество апплайенсов, которые у нас развернуты, и роли этих апплайенсов. Это отвечая на вопрос по поводу способов развертывания. Вот здесь можно было, в принципе, обойтись одним сервером, который выполняет роль контроллера и шлюза, и лок-сервера. Вот, но в целях разделения нагрузки в некоторых локациях у нас развернут отдельный шлюз и отдельный сервер для портала. Значит, далее система по анализировать DNS-запросы, которые идут через туннель, смотрит, какие ресурсы у нас еще не добавлены в тайтлмент. То есть предлагает сразу создать тайтлмент для определенного ресурса, обращение к которому он заметил в трафике, где DNS-трафик. И также аналитика по количеству запросов к определенным ресурсам. Вот, с логиненными пользователями, с какими устройствами, с какими именами пользователями и количество шлюзов, через которые он ходит. Вот, информация по лицензированию, в принципе, лицензируется вот по пользователям, и, как я говорил, по количеству сайтов. Вот, в принципе, portal users, это тоже можно считать обносящимся к количеству сайтов. Вот, то есть отдельно пользователи, без информации пользователями, которые ходят к ресурсам через портал, не через агент. Вот, и дальше аналитика по доступу к каким ресурсам, когда доступ запрашивался, какие новые тайтлменты у нас создавались. Вот, значит, все политики настраиваются, во-первых, добавлением самого ресурса. То есть это, по сути, тот комбинация IP-адреса, либо хостнейма и порта, по которым нам нужно доступ разрешать. Сейчас, допустим, возьмем вот этот DC-RDP, который у нас, который мы только что рассматривали. Значит, во-первых, создается линк, да, на этот, для доступа к RDP. Во-вторых, открывается доступ исключительно по порту E389 на этот ресурс. И ICMP для того, чтобы, может, оппинговать этот ресурс. И условия, по которым к этому ресурсу мы доступ получаем, это MFA, то есть мультифакторе на квалификации. Эти, это условия, значит, гласит, что мы раз в час должны переаутентифицироваться с one-time password, с дефолтным в этом интерпаспорту с провайдером. То есть вы, в принципе, можете интегрировать это решение со своим провайдером OTP и авторизовываться как через софтверные токены, так и через жилетные. Допустим, если вы интегрируетесь с Scrum OneSpar. Вот, при этих условиях. Значит, условий тоже может быть довольно много. В данном случае вот у нас проверка антивирусов, по которым я не разрешен доступ сюда. Проверка фейрвола. Доступ только из Украины, только из Турции здесь есть. И при указании причины. Значит, эти условия могут быть интегрированы со сторонними системами. Допустим, при предоставлении причины она не только логируется, но и может обрабатываться, скажем, в Hubdesk системе. То есть при указании валидного тикета в Hubdesk мы его доступ разрешаем. Вот. И дальше эти entitlement, которые мы создаем, те ресурсы привязываются к пользователю в политике. То есть, допустим, взять политику мою при соблюдении условий. То есть я логинюсь через провайдер доменной. Ну вот. У меня выдается определенный набор ресурсов. Либо по самому ресурсу, либо по тегу. То есть вы можете добавить тег к регионным ресурсам. Сделать, добавить в политике доступ к этому тегу. И автоматически все эти ресурсы будут назначены пользователем. Значит, по условиям доступа. Здесь, во-первых, скрипты. Возможно, доступ по скриптам. По определенному времени, определенному дню недели и так далее. Информация по пользователю. В каких группах состоит. То есть это все берется из identity provider. Информация по устройству. IP-адрес, геолокация, браузер, доменный, недоменный. Является ли пользователем, администратором. Включен ли файл и так далее. Довольно много всего. И расширяется это дополнительное еще скриптами. И начинаем от скрипты. И информация по геолокации. Значит, и после того, как я авторизуюсь в клиенте, если я авторизуюсь через провайдера доменного со своим пользователем, я получаю доступ к всему этому. Не обязательно одна политика привязана к одному пользователю. Это просто частный случай. Значит, также стоит отметить, что RingFans Rules. Здесь у нас правило, которое позволяет ограничить доступ к самому клиентскому устройству извне. То есть, если устройство подключается из незащищенных сетей, типа открытых Wi-Fi точек и так далее, мы можем ограничить доступ к клиенту, изолировать клиента от внешних коммуникаций. То есть, не только сервер у нас будет изолирован, ну и само клиентское устройство, с которого идет подключение. Насчет identity провайдеров был вопрос. Значит, вот есть возможность интеграции с LDAP, вот с радиус саму. То есть, саму в качестве саму провайдера у нас используется Ажур. И я, кстати, сейчас заводил через Ажур сюда в админ консоль при авторизации, либо клиентской авторизации здесь, либо при авторизации в админ интерфейсе, я могу сделать это через Ажур. В зависимости от того, через какой провайдер происходит авторизация, может быть выдан различный уровень доступа как к системе, так и к клиенте. Если я переавторизую сейчас через Ажур, Ажур, у меня будет другой набор политик здесь. Так, значит, и еще несколько слов по поводу, значит, one-time password. Значит, давайте мы, наверное, развернем там. Во-первых, все устройства подключаемые здесь опять логируются. У нас есть возможность заблокировать устройство, если оно не соответствует каким-либо условиям, либо вручную, либо автоматически. Вот, и по скриптам, здесь, как мы можем видеть, да, у нас создан скрипт по проверке обновления антивируса. Значит, еще одна вещь, которую я бы хотел показать, это динамическое разделение доступа на основании интеграции с Hubdesk системами, ну, в частности, с ServiceNow. У нас здесь есть Instance ServiceNow, который по тикету может динамически выделять доступ пользователю определенному пользователю по определенному ресурсу. То есть, если в тикете у нас содержится информация о целевой системе, которой пользователю по этому инциденту нужно быть доступ, и есть пользователь, которому этот тикет назначен, то Upgate может динамически выделить доступ именно к вот этой системе, именно для вот этого пользователя. То есть, ну, допустим, мы возьмем здесь 12.5, если я покажу, так реально время как это выглядит. Пока что, пока я не поменял здесь целевую систему, этот ресурс у нас недоступен для этого клиента. Если я сейчас обновлю тикет, то после того, как произойдет обновление, в хост сразу начинается, сразу динамически выделится доступ к этому хосту, и у меня появится к нему доступ. Если дальше я тикет закрою, либо поменяю, ну, допустим, поменяю опять какой-то другой, и сразу обновлю тикет, либо это можно его закрыть, либо удалить. Доступ сразу же прекратится. Вот. Такой очень интересный кейс интеграции. Также возможна интеграция с службами, например, с AWS, с облачными контейнерами, с инстансами. То есть можно выделять доступ к облачным инстансам по тому же принципу. Вот. Для того, чтобы каждый раз, каждому инстансу не выделять внешний IP-адрес, что может быть, в принципе, проблемой. Вот. Потому что при создании инстанса, он по умолчанию доступен извне, и к нему выделяется, скажем так, непонятно, что человек развернет на этом обычном инстансе. Для того, чтобы контролировать доступ извне к этому инстансам облачным, мы можем использовать апгей. Вот. Шлюз разворачивается в AWS-инфраструктуре, инстансам по умолчанию не выделяется внешний белый IP-адрес. И на основании тега, который вы назначите в инстансу AWS, он будет доступен определенным категориям пользователей. по ангейту. Вот. Так. Ну, в принципе, я думаю... Время. Мы же аутов-таня. Да, да, да. Есть еще и пара вещей, которые я хотел бы рассказать, но давайте лучше... Уже в частном порядке, наверное. Да, это уже в частном порядке сделаем. Я вижу, что есть несколько вопросов. Да, парочку вопросов. Сейчас вот мы ответим на вопросы, которые в нашем рубрике «Вопрос-ответы». И можно вот как раз в дополнение по поводу пилотного тестирования, что будет необходимо, то есть по инфраструктуре, ну, буквально в двух словах, как-то должна быть готовность. Требования, точнее. Требования. Да, да, да. Значит, с требованиями... Тут все в плане технических требований нам достаточно одной виртуальной машины с минимальными ресурсами, выделенными. Если это будет тестироваться... Если будет тестироваться несколько пользователей, несколько ресурсов, если вы хотите развернуть эту систему на все предприятия, то сайдинг уже мы... индивидуально рассчитываем. Ну, вот. И, в соответствии с... В зависимости от того, какие есть требования к пилоту, нужна ли отказовстойчивость, сколько будет локаций, и мы уже будем требования корректировать. После того, как будет развернута инфраструктура, собственно, можем начать настройку. Много времени стройка, предначальная стройка, в принципе, не занимает. При условии, что все... Все то, что было описано в инструкции, будет выполнено, все занимает не больше часа. Ну, по... Ну, по... Ну... 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 Продолжение следует...